Рада приветствовать всех, кто решил заняться публикацией различных материалов ВКонтакте, либо в своей группе, либо в группе коллективной, либо на своей страничке. И в этом очередном видео я расскажу, как опубликовать в ленте что-то интересное, которое мы нашли на другом сайте. И прежде чем мы перейдем к примеру, скажу, что на самом деле действительно в сети интернет информации много разной в разных источниках, и далеко не все есть в социальных сетях. И есть интересные блоги, есть интересные тематические ресурсы, на которых можно действительно найти много ценной информации, которую хотелось бы поделиться со своими друзьями, коллегами в сети. И, как правило, когда опубликуется такая информация, то еще рекомендуется высказывать некое свое мнение для того, чтобы те, кто или кому вы рекомендуете прочитать эту статью, был уже немного информирован. Итак, я продолжу рассматривать пример модерации одной из групп и буду использовать ту статью, которая мне понравилась. И мне кажется, что она вполне соответствует этой группе, и мне бы хотелось этой статьей поделиться. Поделиться в группе. Она достаточно объемная, и понятно, что копировать весь текст, размещать на стене ВКонтакте, во-первых, это неудобно будет для чтения, во-вторых, это прямое нарушение авторских прав. Тут есть автор, который благодарит своих читателей, просит поставить лайки и прочее. Поэтому эти все вещи в сети очень надо аккуратно отслеживать и уважать друг друга. И очень много бывает на сайтах, на самих кнопок поделиться, ставить заметку, то, что мне нравится. И в принципе, вот нажав на кнопку поделиться, допустим, эта кнопка поделиться в Facebook, мы сразу получим специальный интерфейс, в котором мы опубликуем эту ссылку на эту статью на своей странице, в своей ленте. Вот для кнопки ВКонтакте, здесь я такое не вижу, но тоже есть такие кнопки, бывает, что они стоят. Но еще раз подчеркну, что эта информация будет размещена на своей собственной странице, а не в группе. Для того, чтобы опубликовать эту статью, точнее ссылку на нее в группе, нам необходимо взять просто ссылку на нее. Эта ссылка находится в окне, точнее в поле адреса сайта. Мы можем просто поставить мышку, я просто поставила, сейчас еще раз покажу мышку, и сразу все выделяется. И полностью весь этот адрес нам необходимо скопировать. Копируем, переходим в группу, вставляем. И опять напомню, что если мы модерируем какую-то группу, и принято указывать именно группу, делаем это. Это важно для тех, кто в ленте будет видеть сообщение именно из группы, по этой иконке будет ориентироваться. То есть это не какое-то приватное личное мнение, а мнение целого сообщества, целой группы. На это люди обращают внимание. И вот вы заметили, что когда я опубликовала эту ссылку, у нас появился превью, предпросмотр статьи, ее название, такая картинка, по которой любой сможет кликнуть мышкой и перейти на сайт. Ну и как я сказала, мы должны еще публиковать какое-то свое мнение и хэштеги, чтобы сейчас не тратить время на вот текста. Я заранее его заготовила, просто из текстового редактора сейчас скопирую и сюда же вставлю. Ну, как правило, я делаю это в новой строке. Вот таким образом. Вот мое мнение, вот мои хэштеги. Можно, в принципе, их вот так вот разделить и отправить. И теперь вот эта публикация у нас здесь, вот в таком вот виде. Очень удобно будет ее читать. Либо кликать мышкой здесь, либо здесь. Вконтакте уже подхватывает эту ссылку и мы попадаем на страницу сайта.